Когда работа будет закончена? В какой срок? Часов в 12 не начнутся. В течение дня точно сегодня промывка соды будет проведена. А параллельно еще будут колодцы причащаться. Кроме промывки и ливневки, прочистили выходы основного канализационного коллектора на улице Юрша. И проверили подвалы близлежащих домов на наличие несанкционированных врезок. Их не нашли. Отдельно стоит вопрос об оповещении граждан в подобных случаях. Напомним, 10 июля, когда неприятный запах впервые появился на городских улицах, в Перми едва не началась паника, поскольку внятных объяснений происходящему жители получить не могли. Мы 10 числа первый раз столкнулись. И, возможно, тут надо принять критику в том, что мы достаточно слабо информировали людей, потому что мы очень долго разбирались с Роспотребнадзором, с Росприроднадзором, об источнике этого запаха. Сейчас мы уже достаточно быстро реагируем на эти вещи. Буквально в течение суток приняли уже меры по устранению источника. Специалисты заявляют, что в ливневую канализацию возле дома по адресу Юрша 56 было слито неустановленное вещество. Сейчас прокуратура занимается поиском виновников несанкционированных сбросов. Тут необходимо плотное взаимодействие и с федеральными структурами, и с обструктурами полиции, для того, чтобы выявить эти несанкционированные сливы. Потому что если даже и здоровью не приносит вред, но уж точно приносит вред комфортности проживания людей, особенно ближайших домов. Для недопущения повторных несанкционированных сбросов на все колодцы вблизи этого адреса установят бетонные крышки. Местным жителям опасаться за свое здоровье не стоит. Запах, идущий из канализации, весьма неприятен, но практически безвреден. Олег Романов, Владислав Япанов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.